Еще раз. О, Верховный Господь, Ты самодостаточен, и все же Тебе очень нравится, когда Твои преданные с дрожью в голосе поют Тебе хвалу, и, охваченные духовным экстазом, подносят Тебе листья тулоси, воду, молодые побеги и свежую траву. Несомненно, это доставляет Тебе большое удовольствие. Комментарий. Чтобы добиться благосклонности Верховной Личности Бога, вовсе не обязательно быть очень богатым или образованным. Тому, кто поглощен экстатической любовью к Господу, достаточно поднести ему цветок и немного воды. В Бхагавадгите об этом говорится. Если человек с любовью и преданностью предложит мне листок, цветок, плод или воду, я приму их. Удовлетворить Верховного Господа может только тот, кто преданно служит Ему. Как сказано в этом стихе, истинное удовольствие Господу доставляет только чистая преданность и ничто другое. В Харибхакти Виласи приводится следующая цитата из Гаутамия Тантры. Шикришна так любит своих преданных, что готов отдать им всего себя за листок туласи и пригоршню воды. Беспричинная милость Верховного Господа к своим преданным столь велика, что даже последний бедняк может ублажить его, если поднесет ему с любовью и преданностью цветок и немного воды. Таковы любовные отношения, связывающие Верховного Господа и его преданных. Шилапраупада Ки Джай. Ом Агьяна Тимиранда Сья Гинанджана Шилакая Чакшурнмилитам Йенаттасмай Шидрубей Намаха. Ши Читтанья Манобиштам Стапитам Йенабутали Сваям Рупакадамахьям Дадатисва Падантикам Манчикалпатарубьяща Крипасиндухубья Ивача Патиданам Паванебьо Вашнавебьо Намо Намаха. Джая Шри Кришна Четтанья Прабунитья Нанда Шри Адвайта Гададхара Шивасадига Урабактавринда. Гори Кришна Гори Кришна 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 Гори 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 Рама Гори Рама Гори Рама Гори 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 Г и охвачены духовным экстазом, подносят тебе листья туласи, воду, молодые побеги и свежую траву. Несомненно, это доставляет тебе большое удовольствие. Итак, браманы, вознося молитвы Господу, прославляя Его, но упомянули, что Господь достаточно благосклонен к своим преданным и может отдать всего себя, как здесь также в комментарии. Шила Прабхупада цитирует стих из Гаутамия Тантры. Чи Кришна так любит своих преданных, что готов отдать им всего себя за листок туласи и пригоршню воды. И вот это одно из имен Кришны Бхакта Вацала, Тот, кто очень расположен к преданным. Просто поклоняйся Шри Гаурахари, который так нежен со своими преданными. И это определенное отношение к Господу. Мы можем обратить внимание, что описывая отношение Господа к его преданным, эти описания содержат, описывают чувства Кришны по отношению к преданным. То есть он очень нежен к преданным, он их бережет, он достаточно чуток к ним. Поэтому для души это высшее счастье быть в отношениях с Кришной. И на самом деле, как стать преданным, как расположить Господа, это вопрос не такой сложный. Сложный вопрос, как заинтересоваться, как захотеть вступить в отношения с Господом, и как захотеть сделать что-то для него приятное, как захотеть вступить с ним в какие-то отношения и заинтересоваться его улыбкой, а не моим наслаждением. Шримад Бхагава там изначально утвердила эту высшую дарму, высшую ценность. Это чистое преданное служение. Это та деятельность, которая приводит как раз-таки живое существо к этим близким отношениям с Кришной. И порой люди, или даже преданные, они забывают об этом, привлекаясь или отдаваясь другим мотивам кармы или гьяны. Порой преданный, придя из мирского образа жизни к духовной практике продолжает также относиться к, в принципе, концепции отношений как к тому, что не приносит удовлетворения. И отношения – это некий инструмент, который я могу использовать для своего удовлетворения и для достижения каких-либо других целей, также корыстных. И это очень тонкий момент, который может отражаться на нашей практике, когда мы молимся, когда мы воспеваем Святое Имя, когда мы обращаемся к Духовному Учителю. За этим может фонить какой-либо интерес личный в рамках кармы или гьяны. С одной стороны, это естественно и нормально для начинающего, преданного. Даже благочестивые люди, которые следуют всем предписаниям шастер, нормам морали, они осквернены этим мотивами. Кришна говорит об этом всем. Шестнадцать. Чатурвида Бхаджанты Мам. Джанас Шукрити Норджуна, Кришна говорит. Четыре типа благочестивых людей приходят к поклонению Мне. И при этом они не приходят из чувства полной преданности, они приходят из корыстных мотивов. И с этого начинается. Чуман Бхагава там также дает возможность таким людям прийти к поклонению Господу. Акама, нет ли у тебя каких желаний? Сарвакама, куча у тебя желаний. Мокша кама, ты хочешь не иметь никаких желаний, вообще не чувствовать ничего. Тиврина Бхакти Йогина. Занимайся преданным служением, иди по пути Бхакти Йоги. И тогда этот путь, он может не удовлетворить какие-то наши фантазии глупые, но он точно удовлетворит наши желания к счастью. Поэтому этот путь – это путь счастья, но через изменение все-таки сердца, изменение своего мотива, взращивание постепенно мотива Бхакти, чистого преданного служения. если мы осознанные преданные, которые практикуют под руководством духовного учителя, дошли до этой ступени, дошли до этого момента, когда мы приняли духовного учителя, это значит, мы приняли Сидганту высшие ценности Ачариев и Парампоры. И высшие ценности нашей Парампоры – это чисто преданное служение, то, как его описали Ачари, то, как его описывал Господь Читания. И вся наша практика, которая основана на воспевании Святого Имени, она пронизана, должна быть пронизана этим Духом. Поэтому очень важно напоминать себе это. И тогда, если у нас появляется эта цель, очень просто что-то делать, искренне предлагая это Господу. Кришна говорит в Бхагавадгите, что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, какие бы дары и аскезы ни совершал, делай это, как жертвоприношение мне, делай это, как подношение мне. Таким образом, человек, понимающий, общающийся с преданными, изучающий Священные Писания, изучающий Самбанду, его прайоджина, его путь, он напитывается этой Самбандой, пропитан этой Самбандой, этим Духом, служения. И он постепенно вымещает все остальные мотивы, все остальные беспокойства, все остальные какие-то интересы, которые, естественно, могут быть в уме. Поэтому так важно помнить об этой цели. Наша цель не плоды какие-то внешние бхакти, наша цель бхакти, наша цель улыбка Кришны, наша цель улыбка Шилы Правопады и Ачари, наша цель помочь окружающим, вдохновить их на такую же деятельность, которая будет приносить радость Господу в Шиле Правопаде, Ачарием. И только эта деятельность она может осчастливить человека. И понимая это, что высшее благо для любого человека это деятельность, которая в духе бхакти, то мы, естественно, будем стараться поверять все наши мотивы, все наши действия с этим мотивом, с этим высшим таким мерилом. поэтому так важно развивать понимание этих целей, так важно изучать Священные Писания, так важно общаться с вайшнавами, в которых есть этот дух. Это крайне важный элемент нашей духовной жизни, потому что чем больше у нас саду-санги, чем глубже наши отношения с духовным учителем и чем настоящий я ученик, тем больше в нас проявляется эта бхакти-бхава, она раскрывается как цветок, но чем дальше мы от личных отношений с преданными в ученической позиции, в дружеской позиции, в позиции слуги, тем меньше у нас этой бхавы и вся наша деятельность, она отходит от того настроения, которое здесь описывается в стихе. То есть мы вроде что-то делаем, но а бхакти там нет. Ачари описывают, что этот стих, который здесь описывается, два раза используется слово бхакти. Если с любовью и преданностью человек предлагает мне, то я такое с любовью предложенное принимаю. Потому что это очень важный момент. Здесь описывается, говорится, что Кришна самодостаточен. Первые слова. О, Господь, самодостаточен. То есть здесь подчеркивается, что Господу ничего не нужно, но при этом ему вкусно то, что преподносится ему в духе бхакти, в духе преданности. Здесь описывается, когда твои преданные с дрожью в голосе поют тебе хвалу. И дрожь в голосе говорит о том, что это определенное состояние. Это не просто формальный браман, который классно читает, очень четко произносит мантру. Здесь не говорится, что Господь доволен тем преданным, который очень правильно вознес молитвы, очень четко вовремя и как-то красиво это сделал. Здесь говорится с дрожью в голосе. И с дрожью в голосе это значит не всегда красиво, прерывисто как-то, но это подчеркивает определенное настроение, и оно нравится Господу. Поэтому так важно помнить об этом, когда мы совершаем какую-либо деятельность, когда мы тем более совершаем поклонение Господу. Мы повторяем Святое Имя, мы предлагаем просад, мы предлагаем свою деятельность, плоды своей деятельности. И то, как мы это делаем, оно является определяющим фактором нашего будущего. Не факт того, что мы это делаем, от той степени вложения наших чувств и отношения к Господу, которое мы вкладываем в нашу деятельность. И порой преданные они думают, что у меня есть проблемы и мне надо. Мне нужны деньги. Кому не нужны деньги? Всем нужны деньги. кому не нужны муж, жена, дети. Только очень разочаровавшимся. Но отношений всем хочется. Любовно, так или иначе. Покушать всем хочется. Какие-то потребности. И целый список, что еще хочется. И весь этот список он может забирать наше внимание и отбирать вот этот вот перетягивать мотивы наши. Но способность у человека, вложенная в его разум, это осознанность. То есть он способен отследить свой мотив. Он способен проследить последствия. Таков дар в человеческой форме жизни. Представляете? У животных этого нет, этим мы отличаемся от них. Мы можем проследить свой мотив. Мы можем сказать мне не нравится, как ты мне это сделал. Бывало такое? Мне не нравится, с каким ты настроением для меня это сделал. Как-то пренебрежительно, недостаточно внимательно или еще как-нибудь формально. и мы чувствуя формальное к себе отношение, мы расстраиваемся, особенно если это в семье. То есть мы можем это остро чувствовать, сами переживать это, и для нас это очень важно. Но если кто-то для нас с дрожью в голосе прославляет подносит нам какие-то простые вещи, говорит, пожалуйста, любимый, покушай, прими с любовью, то нам почему-то хорошо становится. Этого очень не хватает. Порой кто-то говорит, я никому не нужен, меня никто не любит. Взрослые люди и даже мужчины ко мне подходили, говорят, я вот никому не чувствую, что я кому-то нужен, вот что-то я никому не нужен, вот с кем не общаюсь, что-то никому не нужно. Это потребность. И откуда она берется? От Господа. Кришна тоже хочет быть нужным. Поэтому обладая абсолютной самодостаточностью, он тянется к простым преданным, которые могут предложить ему шкорку от банана, но с любовью и преданностью. Тогда Дурьотхан пирс закатил. И он спросил у Кришны, почему же так получилось? Ты туда пошел, сюда не пошел ко мне. У меня же банкет, он был профессиональный, он славился тем, что его банкеты были самые супер банкеты, самые банкетные банкеты на всей Баратаварше. Но Кришна ему ответил, кушать человек может только если он голодный, а я не голодный. И вторая причина, если ему предлагают с любовью. Так как я не голодный, а у тебя любви нету, я не пришел к тебе. поэтому это должно в нас какой-то вывод пробудить, что мы совершаем какую-то деятельность в течение дня, мы два часа молимся, мы там совершаем какое-то служение, мы предлагаем просад. У нас есть возможность абсолютно бесплатно одухотворить это настроением бхакти, тренируясь каждый день и перенимая это состояние, этот дух у тех, у кого он есть, жадно ищая это, общаясь с такими преднами. и получая этот опыт, раздувая его как угли, подкидывая туда дрова своего поклонения, общения саду. И это очень важно, общаться с теми, кто пробуждает в нас эту баву. Я может много раз описывал это утверждение из нектара преданности, описание саданы, где говорится, что это та деятельность, которая пробуждает баву. Это садана. Если она баву нас не пробуждает, это ритуал по определению. ритуальная деятельность, которая относится к категории карма канды. Но садана, в нашем случае, бхакти садана, если это не карма садана, а бхакти садана, то целью является бхакти или бава, вернее, крития садья, бавет садья, бава саса дана беда, крития садья, бавет, садья бава, крития садья, внешняя деятельность, бавет является садья бава, та деятельность, которая пробуждает баву. нитьё седасе, бава ся, и это ту баву, которая вечно пребывает в нашем сердце, пракатьям гриди садья так, и эта деятельность, она проявляет ее сердце просто. Поэтому та деятельность, которая пробуждает из нашего сердца эту спящую баву, является нашей саданой, начиная с саду санги намакиртан в бхагавадшраван. Это те основные источники нашей бавы, бава-бхакти, которые могут вдохновить нас посвятить свою жизнь, не просто делать что-то, делать в бахте. Ну, меня убедили, разоблачили, уличили меня в невежестве, убедили меня логически, что у меня иного пути нету, иначе все плохо будет гиену огненную, и мне приходится поклоняться. Такая деятельность, она не принесет счастья. Но если мы получим вкус бхагти-бавы в процессе служения, который проявится в том, что кричное сердце раскроет нам глаза, раскроет наше сердце, этот вкус бхагти-бавы вольется в него, и мы почувствуем огромную радость и облегчение от других мотивов, облегчение, подобно тому, как если вы влюбились, вы чувствуете радость, и вам больше ничего не хочется, кроме как радовать возлюбленного, и это доставляет вам огромную радость. То же самое в бхагте. Вы чувствуете, что вы сделали что-то, Шила Прабхада Гуру доволен, вас охватывает радость, Кришна доволен, и при этом это не просто какая-то эмоция материальная, сентиментальность, она отличает от сентиментов тем, что она раскрывает еще разум, у преданного начинает проявлять мудрость и качество ващнава, смирение, терпение, отказ от насилия, чистота, простота, стремление к принятию духовного учителя и так далее. И он становится мудрым, то есть он уже не просто сентиментально, а у него знания начинают раскрываться из сердца, и он начинает ориентироваться в этом мире. Кришна светочем знания озаряет его сердце и рассеивает тьму невежества. Духовный учитель вкладывает ему это знание в сердце, дивигян гриде пракашито. И это эффект настоящей садханы и саду санги, бхагават шраван. Этот эффект мы должны прослеживать в себе регулярно. это очень важно. Чтобы наша практика не превратилась просто в какую-то формальную деятельность непонятно ради чего. Плоды должны приходить сразу. Иначе зачем заниматься деятельностью, которая не приносит плодов ценных? Или нас убедили, что когда-нибудь что-нибудь будет. Знаете, это похоже на какую-то религиозную секту. Ты предайся и когда-нибудь будет. Ну, когда помрешь, тогда и убить. Как-то подозрительно все это. Знаете, я вот не хочу такому пути идти. Мне как-то... Я хочу сразу плоды получать. А, Рыкош, может быть какие-то вопросы или дополнения? на рибол слышно-видно? Харе Кришна, мои поклоны, примите, пожалуйста. Спасибо большое за лекцию. у меня возник вопрос. Вы говорили, сейчас сказали про то, что если Кришна принял наше служение, то у нас появляется удовлетворение, что мы совершили, что-то недостаточное сделали для Господа, и если у нас появляется чувство, что вот мы сделали, какой я молодец, что, что мог я сделал, вроде я удовлетворен своим служением, вот как понять, это я удовлетворен служением, и как бы на самом деле это не принялось Кришной, или Кришна принял все-таки, как правильно, какой итог служения, как бы у тебя должен возникать все-таки неудовлетворение или удовлетворение? Кришну. Кришну. Критерий это удовлетворение с одной стороны и желание продолжать и улучшать свое служение с другой стороны. Очень просто. Если вам что-то очень нравится, вы стремитесь это улучшить и продолжить. Я не слышал нигде, что вы не должны наслаждаться преданным служением. Наслаждайтесь. Но это наслаждение совершенно другого качества. Это не эгоистическое наслаждение. То есть вы концентрируетесь не на своих чувствах, а на своем служении. Вот это критерий. А естественно вы получаете удовлетворение. Это же наша природа, ананда, блаженство. Но это побочный эффект. Подобно тому, как вы служите близким. Вы же не служите концентрируясь на своих ощущениях, знаете, такие. Вот мне так комфортно, вот так что-то делать для мужа. Вы концентрируетесь на его удовлетворение и спрашиваете там как тебе что-то приготовить, что ты хочешь. И когда он довольный там что-то вкусил, вы радуетесь. Когда он довольный, радуетесь. То же самое в преданном служении. Вы отслеживаете это по реакции гуру, преданных, саду и хотите продолжать радовать. Вот это критерий. Харикришна. Спасибо большое, Харикришна. Бхакти это чем дальше вы идете, тем больше должна появляться жадность и интерес. Вот как углубление в священное писание, разобраться там, потому что это как бездонный океан какой-то, углубиться в своем служении безгранично. И вот этот интерес, вот эта интрига, она должна увеличиваться. Интерес вот этот, представляете, как вы копаете клад, а у вас еще, 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 и у вас жадность возникает. Вы хотите еще копать, еще дальше копать, еще больше копать, а не то, что вы одну монетку достали, классно, я пошел, Странно как. В бахте то же самое должно. Чем дальше мы практикуем, тем больше у нас возникает интерес и чистота мотива. Больше хотим просто отдаться служению. И уменьшается, так же говорится, уменьшается критерий, один из критериев уменьшаются материальные желания. Они отходят сначала в разуме. Вам становится скучно жить для себя. Хотя в чувствах и в уме вкус остается. Материальные вкусы какие-то, желания не могут оставаться. Но из сознания они уходят. И постепенно, постепенно и чувства тоже очищаются со времени и ум. Мария Кышевна. Спасибо большое. Я действительно поняла теперь. в чате сообщение есть. Сейчас попробую достать и зачитать. от Марии. Харе Кришна. Спасибо огромное за лекцию. Очень доступно и понятно. может кто-то опытом поделится своим переменой внутренней в мотивах. О, смиренные и преданные поделитесь пожалуйста своим опытом. у кого было такое, что практика закисала, потом менялся мотив, стал практиковать более осознанно, и весь внутренний мир поменялся и жизнь начала меняться. У кого было такое? Иногда бывает такое настроение, когда хочется, ничего не хочется, то ли это усталость, то ли это когда какая-то ротинизация происходит. И в эти моменты, когда делаешь усилия, и действительно идешь и служишь, например, что-то для кого-то сделаешь, организуешь какую-нибудь программу, допустим, в Активрикшу, преданные уходят после этой программы, и как раз таки чувствуешь, что вкус проявляется, ощущение счастья, наполняет тебя не такое какое-то счастье поверхностное, а такая глубокая радость внутри возникает. И как раз таки это для меня через осознанность практиковать, потому что в таком состоянии ничего же не хочется делать. Ты совершаешь усилия, и все-таки организуешь какую-то программу, идешь, делаешь что-нибудь в храме, и потом приходит вот это состояние. И потом после такого опыта возникает желание это продолжать, потому что получается, что это в наших руках, наше настроение в наших руках. И если мы осознанно делаем что-то, даже если не хочется, то потом получив этот опыт, мы понимаем, что можно продолжать в любом случае. И это так. психологический момент, у человека есть смысл, ради чего он что-то делает, тогда он чувствует больше энтузиазма и подъемов. И вот выход из любой какой-то депрессии или из каких-то подавленных состояний, это привнести в смысл какой-то. Даже материальные психологи советуют тем, у кого какая-то подавленность или депрессия, служить кому-то, решать проблемы других. Кому еще хуже, чем ты. Служить кому-то, помогать людям, и тогда выходишь из своего состояния. Это соответствует даже наставлению Бхагавадгиты, где Кришна говорит, что если ты не можешь служить мне, если ты не можешь работать для меня, то просто откажись от плодов, то есть деятельность ради плодов, служи людям, помогай людям, и таким образом отказавшись от плодов, от плодов вот этих непосредственных каких-то плодов, внешних плодов, ты почувствуешь удовлетворение, умиротворение, умиротворение. Олег от Галины Шимановской. Огромное спасибо за лекцию. Харе Кришна, мои поклоны, пожалуйста, примите вся слова преданным Господу. У меня, видимо, еще самое начало пути духовного, и поэтому не закричала пока практика не закисала. Не обязательно она должна закиснуть. Если правильно она проходит под должным руководством, то она может и не закиснуть. Бывают, конечно, разные этапы, когда такое ощущение может прийти. Но в идеале оно может и не прийти, как повезет. если мы готовимся к этому, если мы наладили свою мощную садусангу, то жизненные обстоятельства будут как повороты на дороге. Ты снижаешь скорость, но чтобы войти в поворот или преодолеть какое-то препятствие, но ты в движении, ты четко понимаешь цель, поэтому ты просто едешь и не паришься. Но если ты заблудился, если нет цели, то даже на ровной дороге у тебя куча беспокой. То же самое в духовной жизни. Если мы теряем цель, то много не нужно каких-то обстоятельств, чтобы нас привести в беспокойство. Любая мелочь будет нас выводить из равновесия. Но если есть цель, она нас вдохновляет, у нас есть вера в эту цель, мы ее подпитываем через садусангу, тогда мы можем преодолеть очень много препятствий. И они даже могут, мы их можем не замечать. Подобно тому, как мы если едем куда-то торопимся на машине, мы не замечаем ни поворотов, ни каких-то ям, еще что-то. Мы просто концентрированы на цели, мы едем, объезжаем все и спокойно достигаем пункта назначения. Слушай, а у нас там никакой сучи еще малочки не осталось? Осталось. Использованы. У кого-то похоже неожиданно включился микрофон. Так, еще какие-то чат. Можно я тоже поделюсь своими? Конечно, нужно, нужно. Хари Кришна. Я вот слушала лекцию, я, к сожалению, не с самого начала скучилась, но то, что вы говорили, действительно так четко иллюстрирует мой приход в сознание Кришны, потому что, когда я пришла, у меня цель была, ну, своя. Чтобы мне было хорошо, чтобы, в общем-то, меня ничего не трогало, чтобы моим близким было счастье. Но по мере того, как раскрывается вот участие в преданном служении, как ты больше служения берешь, обучаешься, то, вы знаете, и цели очищаются, и потом каким-то образом ты от одного уровня преданного служения переходишь к более высшему, более к высшему. Вот так вот получается, что в какой-то вдруг момент ты понимаешь, что у тебя те цели, которые были раньше у тебя, они кажутся такими смешными и наивными, сейчас совершенно другие цели, более глубокие, более возвышенные, и ради них вот хочешь действительно многое делать. так что спасибо вот Кшири Прапупаде, что вот дал нам возможность реализовывать себя, быть счастливыми, чувствовать нужными и дальше двигаться. Это замечательно, что у нас есть такое прекрасное общество. значит, все работает. Работает, подписываешь на все стоп, все работает. Даже были такие моменты, что вот так получалось, что вот ну не было никого, и я вела Бактибриджи сама, то есть в субботу утром я бежала на рынок, покупала овощи, готовила, приходила, простат готовила, убирала в комнате, потом приходили преданные, проводила программу, потом опять они уходили, я убирала, и так это было в таком режиме около нескольких лет, и я вот чувствовала, что я когда-то в какие-то моменты начинала ломаться, ну тяжело это все было, и ну спасибо, действительно, вы говорили, под руководством, действительно, наставник обращалась, и она советовала каким образом избегать вот этих вот крутых поворотов, чтобы не закиснуть и не уйти, это очень важно, вот, и вот мы преодолели вместе с ним вот эти вот моменты в моей духовной жизни, и благодаря этому, в общем-то, я здесь нахожусь, и теперь пытаюсь передавать это только другим молодым преданным, которые приходят, так что это замечательная возможность, лишний раз подчеркиваю о том, что сознание Кришны это это великолепное для нас лекарство вот вех калиюги, и сознание Кришны вообще никак, никак, Ри Кришна, Ри Кришна, да, пока наш путь к Богу, он, мы, знаете, мы сошли с трассы, трасса это ништха, уровень ништхи, это асфальтированная трасса, еще с горки, знаете, а мы сейчас где-то в дебрях каких-то, по грунтовке едем, где там крутые повороты, ямы, мы сами туда забрались, непонятно зачем, и чтобы выбраться, нам нужно руководство, и нужна карта, да, нужны навыки определенные, понимание, знание, нужна цель помнить, поэтому пока будут какие-то такие, может быть, сложности кажущиеся, но если у нас есть карта, если мы четко понимаем, куда ехать, то это не проблема, мы просто едем и все, и не обращаем внимания на это, еще момент важный хотел сказать, что порой преданные, они переживают за то, что за некий свой уровень или за некие свои обстоятельства какие-то, они видят препятствия, и они видят эти препятствия со своего уровня, они думают, ну вот у меня такие обстоятельства, которые очевидно очень тяжелые, очевидно, и мало кто понимает это, что обстоятельства, они действительно какие-то сложные, невыносимые, может быть, или еще как-то, но это видение наше рациональное, через материальную призму, через материальный опыт, поэтому так важно получить другой опыт, когда вопреки всем как бы рациональному мышлению, Господь устраивает какие-то, устраивает для нас выход из ситуации совершенно неожиданный, и это дает нам веру в то, что просто продолжая, не нужно пугаться каких-то обстоятельств, и похоже, порой эти обстоятельства действительно очень тяжелые, но если мы просто предаемся, если мы просто продолжаем саду санга нам киртан бхага ватшраван, свою какую-то севу, то чудным образом эти обстоятельства как-то они развязываются, порой меняются обстоятельства, а порой Кришна просто дает нам разум как выйти из этих обстоятельств, и то, и то происходит, Кришна говорит, да даме будги, я даю разум, мы можем смотреть на детей, по каким они переживают обстоятельства, и смеяться, думать, неразумные дети. Также мы должны допустить, что наш уровень он не абсолютный, и наши проблемы они смешны для кого-то, поэтому мы можем допустить, что если я совершаю свою севу, продолжаю процесс очищения, то Господь мне даст разум, чтобы посмотреть на эту ситуацию совершенно с другой стороны, и у преданных есть такой опыт, когда их внутренний мир меняется, и те же самые обстоятельства, они перестают их в принципе беспокоить, те обстоятельства, которые раньше для них были невыносимы, они более легче к этому относятся, поэтому в свой путь нужно закладывать эту перспективу своего же роста, я стану мудрее, я стану опытнее, я хочу, я работаю над собой в первую очередь, и тогда уже смотрю на эти обстоятельства, которые невыносимые или какие-то непреодолимые, совершенно другими глазами я должен на них посмотреть, глазами саду сначала, спросить у саду, что вы думаете, в этих обстоятельствах я могу практиковать, он говорит, конечно, вот так вот можешь, вот так и эдак, о, надо же, оказывается, все возможно, если мы не оставляем попыток совершенствовать свое служение, тогда Кришна и внешние обстоятельства обязательно решит, он не садист, знаете, но если мы действуем ради плодов, то он говорит, ну это, извините, законы кармы, а там все просто по уставу, поэтому если у нас долгое время все по уставу, то возможно мы не делаем это ради удовлетворения Господа, поэтому получаем все по карме, что написано в гороскопе, то и получаем Олег Кришн. В чате сообщение еще есть, сейчас я зачитаю. Спасибо вам, преданное. еще вопросы будут какие-то или дополнения? Ну тогда мы заканчиваем. Спасибо большое за лекцию, Харе Кришна, все замечательно. Хороший день. Вопросов больше нет, заканчиваем. Ты про что-то уже? Да. Говорачь, про что-то убили. Да. Будем теперь следовать, мы будем следовать тому, что вы говорили. Харе Кришна, спасибо вам, низкий, низкий поклон, правда, честное слово. Харе Кришна. Спасибо. Всем удачи. Спасибо. Удачи. Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо.